Каникулы и для детей, и для их родителей это радостная пора. Но для сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения именно эти две недели, которые вот-вот начнутся, вызывают достаточно серьезные и обоснованные опасения. Количество происшествий на дорогах с участием детей в эти дни увеличивается. Уже есть случаи, которые заставляют инспекторов ГИБДД быть предельно внимательными к дорожно-транспортной ситуации. Особенно в каникулярное время. Что печально, ДТП происходит в том числе и на пешеходных переходах. Хотя дети обычно достаточно хорошо знают и про зеленый светофор, и вообще о правилах дорожного движения. Но одновременно, увы, порой забывают, что даже на полосатой разметке, где водители автомашин обязаны останавливаться, необходимо быть внимательными и осторожными. Мы будем проводить разнообразные профилактические мероприятия, пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику снижения количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В частности, у нас на прошлой неделе было два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов, в которых виноваты были дети. В одном случае девочка перебегала дорогу в неположенном месте, во втором случае пешеход не убедился в безопасности перехода и тоже перебегал дорогу. Дети получили серьезные травмы и госпитализированы в медицинские учреждения. Именно для принятия мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей в каникулы, ГИБДД проведет комплексные профилактические мероприятия, которые называются «Яркий пешеход» и «Пешеход на переход». На одной из таких акций мы и снимали наш репортаж. На пешеходном переходе на центральной улице в Щелкове допротив школы номер 8 детям, как постарше, так и совсем маленьким, еще раз показывали и рассказывали, как полагается вести себя на дороге. Надо заметить, хорошо, что многие школьники, особенно среди них юидовцы, или, как это расшифровывается, юные помощники инспекторов дорожного движения, имеют еще и личный опыт, связанный с соблюдением правил дорожного движения. У моего папы есть машина, и я не очень увлекаюсь вот дорогой, вот эти, мне просто нравится находиться в юиде, но я знаю, что многие водители ездили по правилам. Однажды мы ехали на селе Гер и ехали в одной полосе. Машина ехала рядом с нами, вторая, и она просто вычислила нас из этой полосы. То есть, если папа не уехала, у нас случилась авария. Так что многим людям нужно, по-моему, снова учить правила дорожного движения. В связи с тем, что у нас ведется большая комплексная работа, не только с детьми, но и с родителями, с другими участниками дорожного движения, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей с каждым годом у нас снижается. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы таких происшествий не было вообще, и поэтому как можно больше проводим такую работу.